Привет, друзья! С вами Тарас Юрист на моем канале. В этом видеоролике поговорим о тех штрафах, которые растут, о тех штрафах, которые я когда читаю, у меня такое ощущение, что мы живем где-то в Швейцарии, и у нас у всех зарплата минимум 10 тысяч евро. Ну, такие штрафы реально ни в какие ворота не лезут. Как помощь от Зеленского, кто видео мое смотрел, ну, я думаю, все в курсе, так это 1000 гривен, а как штрафы, так может быть и 170 тысяч гривен. Это, конечно, ну, не держится ни в какой голове, ни в каком здравомыслящий человек, естественно, с этим, ну, не может согласиться. Так что там, друзья, такое произошло? Надо начать с того, чтобы рассказать вам про те штрафы, которые вообще, новые штрафы, скажем так, за нарушение вот этих всех карантинных дел. Но, друзья, прежде чем начать мое повествование, уже традиционно, прошу вас перейти по ссылочке, подписаться на мой телеграм-канал, ссылочка будет в описании, буду вам очень благодарен. Увольнение с работы, если ты не вакцинированный. Вот до этого уже дошла наша великая демократия. В чем это все заключается? То есть, если человека допускают к работе, он не вакцинированный, во-первых, на руководителя, на предпринимателя штраф будет наложен. Этот штраф составляет от 34 до 170 тысяч гривен, а сам работник должен быть уволен, потому что он не вакцинирован. Для кого, значит, уже приняли эту всю вакцинацию, обязательно, думаю, многие из вас в курсе. Это, естественно, работники исполнительной ветви власти, то, что вот эти все министерства, ведомства и так далее, местные райадминистрации, местные все вот эти наши тоже органы власти, все обязательно должны быть вакцинированы. И, кроме этого, естественно, преподаватели. Это в зависимости от того, школа, садик, вуз, тоже все должны быть вакцинированы. То есть, они не должны допускаться к работе, если они не будут вакцинированы. На сегодняшний день, как должны действовать руководители вот этих всех предприятий, где обязательно должна быть вакцинация. Соответственно, они должны человека отстранить пока в начале от работы. То есть, дать ему возможность пойти сделать себе эти прививки, после того, как он сделает прививки, соберет все эти справки, принесет то, возможно, его взять на работу. И, как я уже говорил, если директор, начальник, работодатель, называйте его как угодно, нарушит это правило, то есть, человека возьмет на работу и допустит его к работе, штраф от 34 до 170 тысяч гривен на этого руководителя. То есть, очень серьезные такие, действительно, штрафные санкции, огромные суммы, неподъемные для наших людей с нашими зарплатами. Конечно, депутаты свиньи, я честно хочу сказать, потому что они принимают такие вот эти все законы, вот эти все кабинеты министров, где расписывают такие гигантские штрафы. Ну, сделайте тысячу, две тысячи штрафов, там, 500 гривен, чтобы оно было совместимо с какой-то нашей реальностью, с какими-то нашей действительностью, с какими-то нашими зарплатами, а не по 170 тысяч гривен. Далее я хочу поговорить о перевозках. Что именно о перевозках я хочу рассказать? Межгородские перевозки на автобусах. Если вас поймают, у вас не будет этого теста, не будет вакцинации, штраф на человека, не на перевозчика, от 17 до 34 тысяч гривен. Очень серьезный штраф, поэтому пользуйтесь Блаблакар. Шучу, конечно. Крубо говоря, если на машине ты едешь, и там до 5 человек, то без проблем можно ехать, никакие справки там не нужны. А если уже на автобусе, то, соответственно, вот такой вот попандос, и он может быть непосредственно на вас, а не на перевозчика. Самолеты и поезда. Тут уже все по-другому, все они там перекрутили, как всегда. Ну, умные люди все это пишут. Тут уже другой принцип. Тоже штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Но тут есть одно большое «но». В чем оно заключается? В том, что уже не вы будете платить этот штраф, если там вас поймают без этого теста или без вакцинации, а уже непосредственно перевозчик. То есть здесь с людей ответственность снимается, и, соответственно, на юридические лица вот этих перевозчиков возлагается обязанность по исполнению обязанностей нашей замечательной полиции, что ли. Конечно, вообще бред несусветный, но вот такие вот законы. Друзья, как я уже много раз говорил, в красной зоне могут работать фитнес-клубы, торговые центры, кафе и рестораны, только если 100% персонала и 100% посетителей вакцинированы. То есть какие здесь же у нас уже штрафы, опять же. Если человек так получилось, что прорвался в ресторан без теста, без вот этой вакцинации, от 17 до 34 тысяч гривен, а уже для бизнеса, для предпринимателей классически от 34 до 170 тысяч гривен. То есть если подходить к этому всему правильно, то такой один штраф, если он в суде будет, скажем так, подтвержден судом и все такое, то бизнес попросту будет разорен, если 170 тысяч гривен наложат на какого-то мелкого предпринимателя, мелкого ФОПа. С одной стороны, этими кассами, регистраторами государство помогает людям, с другой стороны, государство очень сильно помогает вот этими штрафами. И естественно, я думаю, все понимают, что какие-то там большие сети торговые, большие продовольственные эти, они же туда не пойдут, там же туда ходить нельзя, потому что там есть какая-то крыша. Они пойдут по мелким СПДшникам, по ФОПам, штормить их, бомбить, либо на какие-то эти разводить, либо попросту составлять протоколы, если человек будет несговорчив. Вот так работает наша полиция, я думаю, вы все об этом в курсе. Госпотребслужба и полиция могут, по идее, ходить и проверять эти сертификаты. Конечно, как это сделать на практике, я не очень понимаю, но такое действительно возможно. Наши любимые депутаты уже успели в первом чтении принять законопроект под номером 6084. Данный законопроект предусматривает уголовную ответственность за подделку вот этих вот всех сертификатов. То есть, я немножко неправильно сказал, не за подделку, а за то, что там где-то купишь за баулеты какой-то сертификат у какого-то врача и, соответственно, возможна ответственность. Для физических лиц это штраф от 17 до 34 тысяч, для бизнеса уже классический от 34 до 170 тысяч гривен. Также установлена ответственность для врачей, то есть для того врача, который, допустим, внесет в базу соответствующую информацию о том, что вот там есть этот сертификат на вас, в эту электронную базу, а на самом деле вы, так уж случилось, не будете вакцинировать, может быть лишение свободы до двух лет. И, соответственно, штраф от 34 до 170 тысяч гривен для должностных лиц, соответственно, для врача, и от 17 до 34 тысяч гривен для человека. То есть ответственность может нести как медработник, так и тот человек, который покупает сертификат, который вносит, соответственно, ну вот этот сертификат в электронную базу. Также отдельно хотят установить уголовную ответственность за подделку сертификата, когда ты его подделал. Соответственно, опять же, до трех лет лишения свободы для должностных лиц, то есть это для врачей, и штраф от 34 до 170 тысяч гривен. Если же это граждане, то тогда штраф меньше от 17 до 34 тысяч гривен. Вот такие вот немаленькие, честно хочу сказать, штрафы. Хочу, конечно, заметить как адвокат. Понятно, что никто никуда на два, на три года в тюрьму не посадит. У нас это все в Украине не принято. Какие-то будут либо штрафы, либо какие-то там, скажем так, по-простому условные сроки, но все равно жизнь людям могут сильно подпорить. Хорошо все-таки, что у нас есть все эти депутаты, и они думают о нас, принимают законы. Есть кабинет министров, который принимает эти все постановления, которым там они прописывают какие-то правила. Тут данный ходи, сюда ходи. Конечно, они все очень-очень большие молодцы. Я думаю, вы здесь полностью со мной согласитесь. Особенно со мной согласится та часть бизнеса, которой из-за вот этих сертификатов, из-за вакцинации попросту не ходят люди. Далее, друзья, что я хотел вам рассказать. Вот читал я недавно такую новость, что человека оштрафовали, полицайи составили на него соответствующий протокол, передали в суд, и суд оштрафовал на 17 тысяч гривен. За что оштрафовал? За то, что у человека не было паспорта. Вы помните то еще старое постановление кабинета министров, что вот эти карантинные все дела, то надо с собой носить документ, какой-то подтверждающий личность. И, соответственно, у человека не было никакого документа, его оштрафовали. Конечно, для меня же, как для юриста, большой вопрос, как его оштрафовали. Если у него не было паспорта, наверное, с его слов все и заполнили. Так вот тут главный мой совет. Смотрите, если, не дай бог, у вас вот такая ситуация. Вы видите, какие бешеные штрафы. От 17 до 34 тысяч гривен. Это все очень серьезно. И, соответственно, если вы видите, что такие серьезные штрафы, то вот ситуация, подходит к вам полиция, что-то вы там нарушили, не нарушили, начинают требовать документы. Просто, если у вас их нет, постарайтесь им их не давать и не называть свою личность. Соответственно, если сотрудники полиции, ну, человека не могут никак определить, установить личность, они типа там могут кого-то задержать на 3 часа в райотдел. Будут они это делать или не будут, я, честно, до конца не знаю и не понимаю. Все зависит от конкретной ситуации. Но даже если они это будут делать, лучше 3 часа, мое мнение, посидеть в райотделе, чем в дальнейшем ходить судиться по судам, доказывать, что ты ни в чем не виноват, пытаться оправдать этот штраф в 17 тысяч гривен. Поэтому прошу вас, дорогие друзья, не быть рабами этой системы, не быть рабами полиции. Тут на самом деле не надо быть великим адвокатом-юристом, чтобы, если вы попадаете в такую ситуацию, на вас пытаются что-то незаконно составить, то, чтобы просто отстоять свои права, надо не говорить, как тебя зовут. И уж поверьте, нету такого способа и метода узнать вашу фамилию и имя отчество. Это все проверено на практике, не с пустых слов это все говорится. На этом, друзья, наверное, закончим мое повествование. Если видеоролик понравился, вам пальцы вверх поставьте. Спасибо за внимание. Всем всего самого наилучшего.